ФАБ-250 Наша работа была в том, чтобы эвакуировать мирное население вокруг опасного объекта с тем, чтобы обеспечить их безопасность на то время, пока саперы проводят необходимые мероприятия. Естественно, исходя из мощности боеприпаса, саперы определяют радиус безопасной зоны, в данном случае 1200 метров. Полиция эвакуировала 60 человек, и на время проведения разминирования они укрылись в здании местного народного дома, а часть из них автобусами доставили в Нарву. Стоит отметить, что не всегда на глаз можно определить тип и калибр боеприпаса. Если он пролежал долгое время в земле, стоит учитывать и то, что кроме самого взрывчатого вещества опасность могут представлять осколки, причем на большом расстоянии. Мы еще раз напоминаем жителям Эстонии о том, что при обнаружении любого подозрительного предмета, похожего на боеприпас или взрывной механизм, следует немедленно сообщить об этом спасательный департамент по телефону 112. Всего с момента установления безопасной зоны до ликвидации бомбы прошло 4 часа. Полной детонации так и не произошло, и взрыв был небольшим и относительно безопасным. Все мероприятия были проведены саперами штатно, а местное население отнеслось к инциденту спокойно. Алексей Иванов, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.